МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале Гродно+. В студии Александр Латынин. Сегодня в нашем выпуске. Какова роль современной женщины? Городской совет женщин подвел итоги работы за последние 2,5 года. Учителя идут учиться. Школа молодого педагога проходит в Паричье. Сотрудники Гродненской госавтоинспекции тоже пошли в школы. В регионе завершается проверка по подготовке учреждений образования к новому учебному году. Рациональное питание, борьба со стрессом и здоровый образ жизни. В четверг в нашей стране отмечается единый день здорового питания. Музыка служит, помогает. Гродненский таможенник Сергей Довгун стал серебряным призером международного фестиваля искусств «Золотой кадуцей». Как сняться в кино с помощью социальных сетей? Телеканал Гродно+. И кинокомпания «Амберфильм» объявляют конкурс к празднику города. Подвести итоги деятельности, выявить новое направление и выработать проектные решения проблем. Такие задачи Совета женщин на отчетно-выборочной конференции. Деятельность Совета предполагает повышение статуса женщин, ликвидацию насилия и дискриминации, защиту прав и реализацию гендерного равенства. К примеру, на сегодняшний день в Гродненском городском совете депутатов состоит 30% женщин, а количество отцов, которые уходят в декрет, только увеличивается. Это значит, женщины в современном мире только укрепляют свои лидерские позиции. К слову, Беларусь занимает 25-е место в списке стран мира как благополучная страна для материнства и детства. И первая среди стран СНГ. Хочется, конечно, не только подвести итог того, что сделано, но и наметить реальные шаги к действию, к дальнейшему. Цель у Союза женщин одна. Это мир на земле, это равные права женщины, это здоровые дети и здоровые женщины, здоровая нация. Школа молодого педагога стартовала уже во второй раз на базе Парижской санаторной школы-интернат. За 15 дней молодые люди ознакомятся с инновациями в системе образования, подходами к ученикам во время занятий и новыми образовательными технологиями. Обменяются опытом со старшим коллегами. Программа школы молодого специалиста предполагает практические занятия, круглые столы, деловые игры, тренинги и мастер-классы. Все молодые специалисты Гродничины собираются здесь, чтобы в будущем стать хорошими учителями. А на этот раз присоединились к ним и педагоги из Гомельской области. Не секрет, что педагог в первые два года работы осваивает больше умений и навыков, нежели на протяжении обучения в ВУЗе. Поэтому школа нужна для того, чтобы подхватить молодых педагогов и через мастер-классы, через интерактивные вещи, через лекции диалоги, через открытые кафедры как раз таки сформировать и помочь сформироваться им как педагогам и сформировать у них педагогические умения и навыки. Покрытие дорожной сети, наличие ограждений, дополнительное освещение и установка новых дорожных знаков теперь под особым контролем сотрудников Гродненской госавтоинспекции. Перед ними стоит непростая задача – обеспечить безопасные подходы ко всем объектам системы образования. Прежде чем подписать акты готовности к новому учебному году, инспекторы проверили состояние дорожного покрытия возле школ и детских садов, наличие пешеходных переходов и дорожных знаков, особое внимание уделялось уличному освещению. Кроме того, будет изучена организация транспортного движения на территории школы для того, чтобы исключить возможность проезда на территорию учебного заведения личного транспорта. Обновление разметки возле учреждений образования – завершающее звено в подготовке школ и детских садов к новому учебному году. Как только все недочеты будут устранены, образовательные объекты получат подписанные акты готовности. С сегодняшнего дня ставка рефинансирования в Беларуси снижена на 2% пункта, сообщили в Национальном банке. Теперь она составляет 18%. Такое решение главный финансовый орган страны принял по результатам анализа инфляционных процессов и ситуации на валютном рынке. В июне инфляция замедлилась до 12,1% в годовом выражении, а среднемесячный прирост потребительских цен во втором квартале составил 0,5%, что ниже аналогичного периода прошлого года. Уже ни для кого не секрет, что основой здоровья каждого из нас является образ жизни и правильное питание. В нашей стране уделяется особое внимание этим вопросам и уже не редкость проведения так называемых «дней здоровья». Основные заболевания у человека, говорят врачи, формируются в возрасте 30-50 лет. Ожирение, болезни пищеварительной и сердечно-сосудистой системы – именно такие нарушения стали уже типичными не только для белорусов. Диетологи призывают составлять свой рацион правильно и избегать употребления фастфуда. Следует обратить внимание на сложные источники углеводов. Это в первую очередь крупы, макароны сложных сортов. Следует отказаться от сахара, хотя бы максимально ограничить потребление сахара, ограничить потребление продуктов, таких как выпечка, кондитерские изделия, естественно, алкоголь. Специалисты советуют задуматься о своем рационе уже сегодня и напоминают, что ни голодание, ни переедание не принесут вам никакой пользы. Любые так называемые корректировки организма нужно делать под контролем врачей и не только в единый день здорового питания. В рабочее время – таможенное расследование, а в свободное – музыка. Это про грудинского таможенника Сергея Довгуна. Недавно он стал серебряным призером Международного фестиваля искусств, который проходил в России. Мужчина был одним из двух участников от Белоруссии. На родной таможне Сергей Довгун играет в ансамбле вместе со своими коллегами. О чем поют грудинские таможенники, узнавала Юлия Косила. Песня «Служить помогает» – в этом уверен грудинский таможенник Сергей Довгун. Он возглавляет отдел таможенных расследований, но успешен не только в делах служебных. Неделю назад мужчина вернулся из России со вторым местом Международного фестиваля искусств «Золотой кадуцей». Эмоциональное исполнение грудинского таможника отметили в номинации «Сольный мужской вокал». К слову, Сергей – самоучка, и это его первый конкурс с такого уровня. Музыкой я начал заниматься с 12 лет. На самом деле у меня играет брат, у меня у мамы музыкальное образование. Вот на брата глядя, я решил тоже заняться обучением игры на гитаре. Сначала это была просто гитара, потом я начал как-то тренировать в себе и голосовые способности, слух развивать. Ну, со временем, в принципе, начал выходить с гитары во двор. Ну, и вот так вот и началось мое музыкальное, скажем так, мое влечение к музыке. Дворовые посиделки с гитарой переросли в участие в ансамбле Гродницкой региональной таможни «Ваше благородие». Существует он уже 10 лет. Здесь нет профессиональных музыкантов. Для таможенников это любимое хобби. Несколько раз в месяц зал заседаний превращается в репетиционную точку, где можно услышать хороший русский рок. Песню «С войны» группы «Чайф», которая стала серебряной на фестивале в России, участники группы играют с удовольствием. Своим соратникам по сцене они гордятся и считают. Для их коллектива это большая победа. Для нас это равносильно серебряные олимпийские медали, а может и золотые. В 2009 году присоединился к нам Сергей Долгун. Внес свежую струю, скажем так. Он у нас как и по годам самый молодой. Немножко и разнообразил стили, так сказать, молодая кровь. Сейчас участники группы готовятся к 25-летию таможенной службы Беларуси. К слову, их репертуара хватит на полноценный концерт. Для нас, конечно, в первую очередь это отдушина, это какое-то отвлечение от повседневной нашей работы. Нравится нам собираться, заниматься здесь. Земляне, Воскресенье, Чайф и даже Ария. Коллектив исполняет разную музыку. А благодаря Сергею Довгуну о талантливых гродницких таможенниках знают далеко за пределами страны. Юлия Косила, Дмитрий Пастернак. Новости Гродно+. Стать героем ролика о любимом Гродно можно, собрав больше всех лайков в Инстаграм. Телеканал Гродно+. и кинокомпания «Амперфильм» готовят для гродницев подарок к празднику города. Какой? Смотрите в следующем сюжете. Анна Архипова шесть лет назад переехала в Гродно. Как и большинство людей, она сразу же влюбилась в этот город. Исторические места и красивые улочки так и хотелось показать всем своим друзьям. Анна – активный пользователь Инстаграм. Ни один день не проходит без фото любимых мест. Я обожаю город Гродно, потому что именно здесь я познакомилась со своим будущим мужем. И вообще, ну как его можно не любить? Посмотрите, как здесь классно, позитивно, весело. Я обожаю этот город за то, что он мне подарил столько классных эмоций и моментов, которые можно запечатлеть не только в Инстаграм, но и, конечно, уже в своем сердце. Я обожаю этот город. Большинство фотографий молодые люди подписывали с помощью так называемого хэштега «Я люблю Гродно». Идею гродницев решили поддержать наш телеканал и кинокомпания «Амберфильм». Мы объявляем конкурс «Я люблю Гродно». Для участия в нем нужно опубликовать в Инстаграм фотографии своих любимых мест либо селфи на фоне знаковых мест нашего города с хэштегом «Я люблю Гродно». К 888-летию города Гродно кинокомпания «Амберфильм» совместно с каналом «Гродно плюс» планируют снять презентационный фильм о городе Гродно, в котором примут участие не только известные личности города, но и также активные подписчики. Три человека, чьи фотографии соберут больше всего лайков и станут героями роликов к празднику города. К 888-летию. Его мы вместе отпразднуем 17 сентября. «Фотографии мест города известные. Новомодное селфи – это, конечно, дань моде. Но, с другой стороны, это и реклама нашего красивого города Гродно. Поэтому мы, наверное, не можем остаться в стороне, что жители Гродно сами же и рекламируют наш город. Поэтому надо и показать вот этих людей, которые помогают вместе делать наш город известным. Поэтому вот мы проводим конкурс, выбираем троих, пока троих, там посмотрим, может быть, кто-то еще. И делаем их тоже знаменитыми. Делаем с ними ролики, которые тоже будут привлекать туристов. И для того, чтобы о нашем Гродно говорили больше и больше, тем более, такая дата – 888 лет». Имена победителей конкурса будут названы 29 августа. А в сентябре жителей и гостей города ждет красивое видео о нашем любимом городе. Ульяна Шубко, Яна Мельниченко, Ян Хвечин. Новости Гродно+. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by. А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77 33 04. А на сегодня я прощаюсь. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова